Александр Варга. Закопанный. Читает пожилой ксеноморф. Все имена событий и географические названия в данном произведении являются вымыслом автора, и их малейшее совпадение с реальностью является случайным. День прошел, и ночь, короче, всем ворам спокойной ночи. Пусть приснится в эту ночь дом-овечка, баба голая на печке, водки-таз, обомнистии указ. Лагерная поговорка. Друг не грипп, сердцем не выберешь, глазами не найдешь. Поговорка. Часть первая. Томская область, Сосновский район. Исправительная колония строгого режима номер восемь. 11 августа 2016 года, 10-12. Когда последний заключенный, подгоняемый пинками, взобрался в древний автозак, массивная стальная дверь конвойного отделения, через которую осужденные, кряхтя и матерясь по очереди пробрались в предназначенную для них клетку, с лязгом захлопнулась. «И че не с нами?» – скрипучим голосом спросил у конвоера чернявый зэк с изжелто-серым лицом, испещренный оспинами. Чуть раскосые, маслянистые угольные глаза смахивали на свежие капли смолы. Заключенный нахально почти в упор разглядывал конвоера, который с непроницаемым лицом вешал на петли здоровенный замок. Вырывавшиеся сквозь зубы сипло неровное дыхание охранника могло трактоваться как симптомы астмы, так и вследствие длительного курения. У него было лоснящееся от пота круглое лицо, а мясистый подбородок пылал от раздражения после утреннего бритья. Аромат одеколона перебивал кисловатый запах пота. — Ты и не с нами, девочка? — с невинным видом повторил чернявый. По крупному лицу конвоира скользнула тень, брови медленно сдвинулись к переносице. — Не с вами, — обронил он, защелкивая замок. — Вам и без меня не скучно будет ушлепок. Зэк обхватил толстые прутья своими заскорузлыми грязными пальцами. Он намеревался грызнуться, не желая оставлять последнее слово за конвоиром, и уже открыл рот, чтобы отпустить скобрезную шуточку, но не успел. Внезапный сильный удар резиновой дубинкой по пальцам заставил его резко отшатнуться. Мужчина издал хриплый возглас. — Ты, гнида слякотная! — захлебываясь, вопил он, тряся разбитой рукой. — Поскудник гнойный! Охранник холодно усмехнулся. — Еще одно слово у шлепок, и я надену на тебя браслеты, которые пристегну к твоим вонючим хайдулин. Хочешь? Зэк молчал с ненавистью, глядя на охранника. Старлей чихнул. — Чтоб ты сдох, тварь! — читалась в пылающих яростью глазах уголовника. Конвоир с удовлетворением кивнул и, спрыгнув на землю, с грохотом захлопнул тяжелую дверь спецавтомобиля. Раздался сухой, надсадной кашель. Кашлял второй зэк по кличке Нос, чей собственный нос был свернут на бок, превратившись в бесформенную лепешку. У него были светлые, рано поредевшие волосы и худое бледное лицо. Когда приступ утих, он привалился к стенке автозак и задремал. Приоткрылся рот с потрескавшимися губами, из которых вырвалось несвежее дыхание. — Телега старая, колеса гнутые, — процедил Хаджа. — А нам все похеру мы ебанутые, — добавил он. Он дул роднораспухшую руку с бешенством глядя на место, где только что стоял конвоир. — Оно и видно, — хихикнул еще один заключенный, которому на вид было лет сорок пять. Неровно подстриженные сальные волосы вспотели и свисали влажно-липкой паклей. Рыхло-грузное тело, облаченное в изжеванную робу, мало отличалось от набитого требухой полиэтиленового мешка. Зэк постоянно облизывался и что-то беззвучно бормотал, словно читая молитвы. Маленькие глаза, спрятанные за толстыми линзами очков, подслеповато щурились, как если бы в его лицо бил яркий свет. — Ты, Савва, заткнись, — сплюнул Чернявый. Он уселся на скамейку, намертво вмонтированную в пол. — Тебя забыли спросить, Валенок. Савва испуганно михнул, по черепаше вжимая голову в покатые плечи. — Спорить и возражать не имеет смысла, потому что разговор с Чернявым может закончиться разбитыми очками. Это в лучшем случае. — Хаджа, угомонись, — вмешался четвертый заключенный. — Все мы в одном флаконе. — Ага, — выркнул Хаджа. — Только едем мы на экзамен по разным делам. Савву могут по УДО отмазать, а нам лишний срок. — Угомонись, — повысил голос Зэк, и Чернявый по кличке Хаджа послушно замолчал. Зэк, оборвавший Хаджу, неподвижно сидел на скамье, сцепив крупные пальцы рук в замок. Он сидел спокойно, почти безмятежно, но мелькающие в темных глазах короткими всполохами искры выдавали громадное напряжение. Губы тонкие, словно сложенные бритвы. По виску взмеился неровный шрам, захватывая небритую щеку и опускаясь к подбородку. Со стороны казалось, что осужденные слеплены из двух совершенно разных людей. Крепкое поджарое тело 30-летнего мужчины разительно контрастировало с угрюмым землистого цвета морщинистым лицом. Увалившиеся, окруженные черными кругами глаза были похожи на потускневшие осколки стекла. Равнодушно втоптанная в осеннюю грязь, это стеклянно-колючее крошево холодно мерцало, как умирающие звезды. Двигатель автозака затарахтел, сухие отрывистые хлопки разбитого глушителя навевали мысли о выстрелах. «Если бы в этом друндуле эти двери были бы такие же, как глушак», — пробормотал Хаджа. Травмированной дубинкой пальцы распухли, он беспрестанно дул на них. «Тогда бы эту колымагу мы по винтику разнесли. Да, зажим?» Он бросил взгляд на крепкого зэка. Зажим не удостоил Хаджу ответом. Выругавшись, Хаджа с отчаянием топнул по полу, оббитому стальным листом. Старый газ несколько раз встряхнуло, будто автозак разминал мышцы, и, наконец, автомобиль тронулся. Хаджа, помаявшись пару минут в безделе, плюхнулся на скамейку рядом с зажимом. «Чё такое смурное земелье?» Мужчина смирил чернявого презрительным взглядом. «А мы что, в цирк едем?» Хаджа нервно хихикнул и вытер мокрый от пота лоб. Духота в автозаке стояла неимоверная. «Да, а впереди экзамен. Судилище», — сказал он, рассеянно глядя на зэков, разместившихся напротив. Савва, грустный уволень, молча таращился куда-то под ноги, продолжая шевелить губами. Щербатый зэк по кличке Нос дремал, запрокинуя голову назад. Из уголка рта кинулась слюна, слабо поблескивающая при скудном освещении моргающих люминесцентных ламп. Выдержав паузу, Хаджа припавил чуть тише. «А я ведь знаю, за какое дело на тебя новый срок хотят повесить зажим». Уголовник медленно расплел пальцы из замка. «И чё с того? Я тайно из этого не делаю». Слова давались ему с трудом, словно их приходилось выдирать щипцами. «Мокруху на меня вешаю. Девки какой-то малолетние. Якобы, когда в хату к одному мажору залезли, под руку попалась». Хаджа поскреб затылок. «Да? А я другое слышал». Зажим искоса посмотрел на собеседника, но тот не торопился продолжать. «И?» Наконец не выдержал зажим. Хаджа загадочно усмехнулся, и зэк неожиданно вцепился ему в воротник мятой рубашки. «Говори». «Зажим, я, говори, трепло, или прямо здесь шею тебе сломаю», – процедил зэк. «И никто не успеет даже икнуть. Мне уже плевать, кроме своих штанов терять нечего». «Пусти, пусти, зажим, я скажу». Крепкие узловатые пальцы зажима неохотно разжались. Хаджа потер шею, опасливо отодвинувшись в сторону вспылившего уголовника. «Прошел слух, что к твоей мокрухе еще лохматый сейф могут прилепить», – осторожно произнес сон, стараясь не встречаться глазами с зажимом. «Это все прожняк», – угрюмо проговорил он, сжимая пальцы в увесистые кулаки. «Понял?» «Не докажут они». «Да и я ничего и не говорю», – поспешно согласился Хаджа. «Это ж слухи, зажим. Мало ли кто языком мелит». Заметив, что к их разговору внимательно прислушивается рыхлый зэк в очках, он прикрикнул. «Чулакатор, выстрел, чмошник! Заняться больше нечем». Савва отпрянул, словно увидел змею. «Это все порожняк», – с ожесточенным упрямством повторил зажим. «Порожняк и фуфло». Хаджа с беспокойством обратил внимание на дергающийся века осужденного. Нехороший признак. Он уже начал жалеть, что вообще поднял столь щекотливую тему. Ну, накопали что-то еще на зажимы, ему-то какое дело. Своих проблем мало. Ему тоже, кстати, светит нехилый срок. В прошлом месяце вертуха его с Герычем взяли, которую он даже вмазаться толком и не успел. «С такой картинкой я не вернусь в зону», – неожиданно сказал зажим. Скрипнул зубами, продолжил. «Экзамен – дерьмо. Мне все равно вкатают лишний срок, им бы только палку срубить. Как бы я себя не обелял. А как только воронок нас обратно на зону доставит, меня наши тут же опустят, а потом пропуск на небеса выпишут. Сечешь, Хаджа? Никто на мои прошлые заслуги не посмотрит». «Тебе грамотный врач нужен», – посоветовал Хаджа. Подняв голову, он уставился на стальной люк, расположенный на крыше. «Если бы можно было вылезти через него на волю», – мелькнула у зэка шальная мысль. «Врач?» – услышал он пренебрежительный голос зажима. «А чем башлять за его труды? Я похож на богатея?» «Не похож», – отозвался Хаджа, продолжая взирать на люк. «А так, он тебе всякие умные бумажки б накалякал, и весь этот гребаный суд завалил бы ими. Дело бы в заволокителе». Неожиданно Сава, сидящий смирно и тихо как мышь, вздрогнул, словно осененный какой-то догадкой. «Бумажки!» – заторможенно повторил он. Хаджа и зажим одновременно посмотрели на него, во взглядах сквозило неприкрытое отвращение, словно перед ним была раздавленная крыса. «Чуть тебе все надо, баклан?» – спросил Хаджа. «Вечно суешься не в свое дело». Ничего не ответив, Сава кряхтя согнул свою толстую ногу. Когда его ботинок оказался на краешке скамьи, он, суну руку в отворот брючины, извлек из складки материи наружу крохотный бумажный квадратик. «Письмо тебе, зажим!» – сказал Сава, выдавив вымученную улыбку. Рома Печорский просил передать. «А я, старый дурак, забыл. Памяти совсем не осталось». «Мать моя в кедах!» – промормотал Хаджа, глядя на аккуратно сложное послание, так странно белевшее в чумазой ладони зэка. «Малява от Ромы!» «Сава, тебе, видать, совсем жить надоело? Мешок с дерьмом! Ты где раньше был, валенок?» «Хаджа, отстань!» – велел зажим. «Дай сюда!» Сава торопливо передал письмо, словно оно было заразным. Бумажный квадратик был тщательно обмотан белой ниткой, в центре послания желтела аккуратная пятнышко застывшего воска, защитная печать. Зажим недоверчиво уставился на письмо. «Рома Печорский?» – переспросил он. «Какой у него интерес по мою душу?» Хаджа пожал плечами. «Загороди меня!» – приплыватым голосом потребовал зажим. У вертухаев камера в кабине. Хаджа послушно выпрямился, нависнув над приятелем. Зажим торопливо разорвал нитки, развернув послание, впился жадным взглядом в миниатюрные строчки. «Привет тебе, зажим, и всем бродягам, что с тобой? Будете проезжать горянку? Не щелкайте клювом. Вас будут ждать. Идите по зарубкам. На восьмой сделайте перерыв, там поужинайте. Идите вместе, мне нужны все. Особо берегите то, что в стакане. Буду возле сирени. Доктор. Конвоир, отдуваясь от натуги, влез в кабину и громко чихнул. Мелкие капельки слюны попали на лобовое стекло автозак, и он стер их рукавом. Водитель, худощавый мужчина лет шестидесяти с короткими седыми волосами, повернул ключ зажигания, наградив старлея неодобрительным взглядом. Будь здоров. Ага, и тебе не хворает, Митрич. Мало того, что инструкцию не соблюдаешь, так еще меня всяким чахотшным трипером заразить хочешь, пробурчал водитель. Извиняю, Митрич, пропыхтел охранник, усаживаясь поудобнее. Укороченный калашников он пристроил на коленях. Простыл маленько. А что ты там про инструкцию вспомнил? Водитель мотнул седой головой в сторону кузова. Так твое место вроде там, Слава. Конвоир засмеялся. Насмешил. Посидел бы сам там хоть полчаса, Митрич. Дышать нечем, жарище. Один на тебе туберкулезными слюнями кашляет, второй бычками дымит, третий пердит. В бочке с селедкой и то комфортнее. Дык, каждый из нас свое дело делает, простудительно сказал Митрич. Знал ведь, чем заниматься будешь. Зато тебе и зарплату платят. Согласен? Коля назвался, груздем, полезай, сам знаешь куда. Знаю, сказал старлея, перестав улыбаться. Только достал уже все, Митрич. Он снова чихнул. Газ вырулил на разбитую дорогу и, подскакивая на ухабах, поехал в сторону города. Достало? Переспросил водитель. Слава, ты еще молодой мужик. Ладно, я без образования всю жизнь баранку верчу. Выбор-то у человека всегда есть. Или я не прав? Эх, Митрич, вздохнул старлей. Не все так просто, как кажется на словах. Ладно, посмотрим, кто тут у нас. Пробормотал он, вытаскивая из папки пачку документов. Антон Гюртаев, кличка Хаджа, 29 лет. Кража, разбой, хранение наркотиков. Дмитрий Савичев, кличка Сава, 47 лет. Смертельный ДТП по пьянке. Ну, у дома мужик претендует. Что ж, на зоне впервые все шансы у него есть. Так-так, идем дальше. Валерий Сахнов, кличка Зажим, 33 года, рецидивист. Три грабежа, тяжкие телесные со смертельным исходом сопротивления полицейскому. Хм, а теперь еще в придачу убийства и изнасилования. Девчонку-малолетку угробил. Вот гнида, не выдержал Митрич. Еще-то, а, кивнул конвоир, перелистывая документы. Ну, ничего, готов спорить на что угодно, что его двадцатка превратится в пожизненный срок. Получит, как пить дать. Получит, получит, проговорил водитель. Только ребенка этим не вернешь. А эта падаль будет до конца своих дней среди таких же упырей жить. А мы со своих зарплат налоги платить, чтобы они, значит, без обеда не остались. Вряд ли он будет жить, не согласился Старлей. Он в очередной раз чихнул, зажимая нос рукой. Будь здоров. Спасибо. Вытирая рукавом выступившие сопли, ответил тот. Так о чем это я? Ага, о зажиме. Завалит его, скорее всего. По понятиям нашего контингента, наша зона правильная. Так что за изнасилование, тем более малолетки, его точно кончат. И остался у нас... Послышалось шуршание бумаги. Александр Бойко. Кличка Нос. 31 год. Убийство. Конвоир сощурился, приблизив глазам листы досье на уголовника. Этого на экспертизу. Кого убил-то? Поинтересовался Митрич, следя за дорогой. Девочку одну школьницу. Охранник сунул документы в папку и застегнул ее на молнию. И не просто убил. Следаки считают, что он потом съел ее. Правда, это еще доказать надо. Вновь открывшиеся обстоятельства, в общем. Дмитрич покачал головой. Тьфу ты, мать честная. Час от часу не легче. Может, его лучше в стакан было определить? От греха подальше? Нет. Стакан уже занят. Забыл, что ли? Старли опять чихнул. Да что ж ты будешь делать, проворчал он. Конец, расклеился. Ты вроде сегодня хотел пораньше уйти? Спросил водитель. Ну да, Мишке моему семь лет стукнул. Поздравляю. Тепло улыбнулся Митрич. Совсем взрослый пацан. Это да. Так вот, мы наших архаровцев как в город доставим. Меня Пашин сменит, а я начальство предупредил. Обратно с ним поедете. Да без вопросов, пожал плечами водитель. День рождения сына дело святое. Ну и само собой завтра с меня поляна. Это как сам решишь, отозвал Смитрич. Я, как Герасим, на все согласен. Они умолкли, глядя на дорогу. До города было еще 40 километров по пустынной, выжженной солнцем дороге, и каждый из мужчин думал о своем. Только никто из них даже предположить не мог, какие непредвиденные события произойдут в самое ближайшее время. Зажим поднял глаза на замершего Хаджу. Затем перевел взгляд на Сау. Это что за хрень? Савва испуганно заморгал. Зажим, я ничего не знаю, нервно проговорил он. Сотый раз облизнул воспаленные губы. Я не при делах. Мне просто Рома Печорский это передал. Сказал, чтобы ты читал это. Перебил его зажим. Савва с такой энергичностью замотал головой, что казалось, вот-вот у него хрустнут шейные позвонки. Там же печать. Пробка произнес он. Но зажим уже и сам видел, что напрасно волновался насчет вероятного нарушения конфиденциальности письма. Печать там сам сорвал. К тому же вряд ли от рыхлой увольни решился бы вскрыть послание, да еще от авторитетного вора. Кстати, тому самому доктору, передавшему эту маляву, зажим в свое время очень помог в одном важном вопросе. Может, доктор таким образом решил отблагодарить его? Что там? Сгорает нетерпение, спросил Хаджа, и зажим молча передал ему послание. Уголовник быстро прочитал, и глаза его расширились. Надо же, кто нарисовался. Сам доктор? Промолвил он, возвращая записку зажиму. Затем повернулся к Савве. Где-то раньше был валенок. Я проблеял толстяк, вжимаясь в скамью, словно намереваясь слиться с ней в единый целый. — Зажим, я просто забыл. Сук и буду. — Почему Рома сам мне не передал маляву? — прорычал зажим. Хаджа осторожно положил ему руку на плечо, но за крестским движением скинул ее. — Зажим, остынь, — зашептал Хаджа. — Сбавь обороты. Вертуха и могут прослушивать. Савва в больничке вместе с Ромой Печорским лежал. Видать, маляву доктор по своим каналам Роме передал, а тебе ему проще всего было ее через этого валенка переправить. Тем более ты в пресс-хате тогда куковал. Забыл, что ли? — Зажим неохотно кивнул. — Доктор-то на воле, чуешь? — взволнованно продолжал Хаджа. — Значит, это не подстава. Видать, решил доброе дело сварганить. Молодцом. — Че делать-то будем? — с трудом держа себя в руках, спросил Зажим. Он выглядел совершенно растерянным. — На рывок надо идти, Зажим, — заговорил Хаджа, приблизив свое болезненно желтое лицо к зэку. — Как доктор пишет? — Иначе крышка нам. — Тебя за лохматый сейф кончат по-любому, а мне за Герыч еще лет восемь накинут. Это к моей десятке. Живым уже из зоны я не выйду, только ногами вперед. Так хоть подышу вольным воздухом. Пусть хоть неделю, месяц. Все же лучше, чем в этом отстойнике гнить. — Доктор пропасть не даст, точняк, — говорю. Видя, что Зажим вновь и вновь перечитывает письмо, он, воровато оглянувшись, сказал. — Проглоти. Запомни, что есть, и проглоти. Зажим помедленно всунул в рот измятый бумажный квадратик. — Горянка, это что? — спросил он, прожевав записку. — Река. — А сирень, где доктор нас ждать будет? — Озеро, — откликнулся Харжа. — Раз он там, значит... Он помолчал, окинув остальных заключенных цепким взглядом. — Значит, на Горянке будут его бойцы. Зажим немного успокоился и посмотрел на дремлющего носа. Стекающая из его рта слюна образовала на выцветшей куртке бесформенное влажное пятно. — Доктор? — Авторитет. — Он нацарапал, чтобы мы шли вместе, — задумчиво произнес Зажим. — Я знаю вас всех. Кроме этого, он ткнул указательным пальцем на спящего зека и Харжа скорчил гримасу. — Да и пес его знает. — Я сам его второй раз вижу, он тут недавно. Сам знаешь, на днях новую партию с воли привезли. Слышал, что нос у него погонял, и все. — На нем браслеты. На единственном из нас, — указал Зажим. Харжа пожал плечами. — Это одно из двух, — сказал он со всезнающим видом. — Либо он псих, либо беспредельщик. Что, по моему разумению, те же яйца, только в профил. Услышав последнюю фразу, Савва торопливо отсел от спящего зека. Харжа окинул носа внимательным взглядом. — Только если бы он был каким-нибудь отморозком, об этом бы уже давно все знали, — добавил он. Значит, он стукнутый, произнес Зажим, и прозвучал это не как вопрос, а как констатация непреложного факта. — А, — вспомнил, — вроде наши говорили, что он одному фраеру ухо хотел откусить, так ему зубы маленько повышибали. — Неуверенно произнес Харжа. — Ухо откусить? — Все так же задумчиво повторил Зажим. — Так нахера нам этот урод? Харжа снова пожал плечами. — Доктору видней. Он хотел сказать что-то еще, как внезапно раздался дрожащий голос Саввы. — Парни, братва! — Какие мы тебе братва, чушкан? — осклабился Харжа. — Лобковые вши тебе, братва. Не тяни резину ущербную. — Выкладывай. — Извините, — промямил Савва. — Ну, я никуда не пойду. Мне нельзя. Харжа желчно усмехнулся и сплюнул на пол вязкой темной слюной. — Куда ты денешься, Вайнек? Савва шмыгнул носом. — Пожалуйста, Харжа, послушай. У нас ничего не выгодит. У охраны оружия. При попытке бежать нас всех перестреляют. Вы бегите, я останусь. И еще. Этот нос... — Захлопнись, тюфяк, — оборвал его зэк. Тем временем Зажим медленно поднялся и направился к одиночной камере, представлявшей собой узкий прямоугольный короб в уголовно-исполнительной системе, именуемый стакан. — Берегите то, что в стакане. Полголоса повторил он слова из послания. Затем повернулся, глядя на уголовнику. — Харжа, ты помнишь, как было в Маляве? Зажим тихонько стукнул по стальной поверхности камеры. — Походу, там никого нет. Разве что пара тараканов. Несколько секунд он сосредоточенно прислушивался, затем покачал головой. — Никого. Он уже намеревался было сесть обратно на скамью, как внезапно внутри стакана раздался шорох. Зажим ослабенел и, развернувшись, тупо уставился на одиночную камеру. Затем шагнул вперед и ударил ногой по стальной обшивке. — Кто там? — припопролаял он. — Некоторое время ничего не происходило, и уголовник уже было решил, что странный звук ему померещился, как изнутри донесся протяжный стон. — Какого хера? — прошептал Харжа, меняясь в лице. Первым нарушил молчание Митрич. — Не по-божески это, — сказала бабу в железном ящике перевозить. Конвоир недоуменно взглянул на напарника, затем рассмеялся. — Хе, я и не въехал сначала. Думаю, какая баба в каком ящике? Ты про эту шизанутую, что в стакане? — водитель кивнул. — Духота там жуткая, как в бане, и присесть негде, я видел, — сказал он. — Попробуй постоять так часа два, при том, что тебя внутри болтает, как дерьмо в проруби. Охранник выпустил воздух сквозь плотно сжатые зубы. — Да нет проблем, Митрич, — промолвил он, едва сдерживая раздражение. — Представь, что я ее выпущу к тем четырем утыркам. — Как ты думаешь, сколько пройдет времени, прежде чем ее пустят по кругу? — Прежде чем ее отымеют во все щели, а потом задушат, как собачонку. Я думаю, минут пятнадцать. Это при хорошем раскладе. А потом еще мертвую каждый раза подвот рахнет. Митрич плотно сжал губы. Не мигая, он смотрел на дорогу, скользающую вперед бесконечной серой лентой. — Или ты хочешь, чтобы мы к себе ее сюда взяли? — насмешливо продолжал конвоир. — И нарушили инструкцию, о которой ты тут недавно вещал. — Неправильно это, — упрямо сказал Митрич. — Неправильно, — кмыкнул Старлей, снова чихнув. — А если я тебе скажу, что эта баба натворила, твое мнение поменяется? — Да плевать. Баба есть баба. Она и так себя уже наказала, раз тут очутилась. Водитель вздохнул. — Эх ты, Митрич, — зевнул охранник, поправляя на коленях автомат. — Вся наша жизнь неправильная. Вот ты. Дожил до благородной седины, а простой водила. И наивный, как пацан. — Как был Митричем, так и помрешь Митричем, все добро в справедливости веришь. Словно малое дитёв в Деда Мороза. — Верю, Слава. Представляешь? Помнишь старый мультфильм про старика с бабкой, к которым чудо-юдо домой пришло загадки загадывать? Что там говорилось? — Делай добро, бросай его в воду. Вот я так и живу, и родных своих учу. Стараюсь зла никому не причинять. Никому не завидую. Так вот. А ещё я умею радоваться жизни, причём каждому дню. А это многого стоит, Слава. Такие вот нехитрые правила. Соблюдая их, ты будешь счастливым. Старлей подавил зевок, безучастно глазея в окно. Ему было неинтересно слушать рассуждения пожилого напарника. Все эти сентиментальные сопли насчёт добра и справедливости ничего не стоят. От них проку не больше, чем от пыльного гравия, по которому шурша шинами катился их автозак. Вот если бы ему начальство лишнюю премию выписало, тогда разговор о счастье можно было бы поддержать. А сидеть и радоваться каждому прожитому дню, как какой-нибудь грёбаный кузнечик, увольте. Дмитриевич взглянул в зеркало заднего вида. Что-то заметил? Полюбопытствовал конвоир. Нет, просто вспомнил, как полгода назад из люка на крыше девять архаровцев сбежало. Было дело, кивнул Старлей. Нас потом целый месяц в хвост и гриву дрючили. Но тогда у одного сидельца инструмент с собой был. Им он люк и вскрыл. Недавно читал в одной газете, как из питерских крестов в 80-х двое зэков улизнули, поделился новостью Митрича. Обвели вокруг пальца всю охрану. Контроль тогда был слабый, тюрьмы переполнены. Так эти урки из картона и красных ниток сделали поддельные ксивы следователей. Из журналов вырезали эти, как их полиграфические изображения сотрудников. А из копии приговора взяли печати. Эти хитрецы сшили из белых простыней докторские халаты. Переоделись в них и дошли до КПП. Там скинули их, показали через стекло свои самопальные ксивы и вышли наружу. — Хитрожопые парни, — оценил конвоир. — Вообще хорошо, что хоть без жертв. — Вот именно. — А ты вот, Митрич, к примеру, знаешь, что в некоторых странах Европы особо опасным заключенным читают лекции о всяких воздушных материях? Да еще платят за сеанс по три евро? И читают эти проповеди молодые девки? — Ерунда, — не поверил водитель. — Нет, это правда. Зачем и трепаться стану? — Совсем эти европейцы чокнулись, — кряхнул Митрич. — Ага. А самое поганое, то как-то раз на очередном сеансе один громил, осужденный за убийство, буквально разорвал эту девчушку на части. А что ему? На пару дней изолировали от других, и все. Ему терять уже нечего. Колерастый мотив. И так не знают, чем заняться. То парады гомосячие проводят, то разрешают лесбиянкам детей усыновлять. На скулах пожилого водителя заиграли жилваки. Прошло несколько минут, прежде чем он снова подал голос. — Знаешь, Слава, я еще начальству не говорил. Но этот год я дорабатываю и ухожу. У меня военная пенсия, есть свой дом, так что с голодухи не помру. Рыбалкой буду заниматься огородом. Не хочу я больше эту мерзость развозить. — Хозяин барин, — только и ответил Старлей, снова чихнув. — Может, оно и к лучшему? Я же вижу, не твое это. До горянки оставалось не более трех километров. Внутри одиночной камеры происходило какое-то движение. После непродолжительного шороха раздался сильный удар. И вслед за ним надрывно хриплый крик. Сава вздрогнул. Перекрестившись, он торопливо пересел в самый конец скамьи, и его губы продолжали беспрестанно шевелиться. — Мать моя в ластах! — растерянно пробормотал Хаджа. Нерешительно потоптавшись, он шагнул к одиночной камере. — Эй, кто там в стакане? Человек, находившийся в одиночке, на мгновение притих, затем глубоко вздохнул. Зажим вытер тыльной стороной ладонью, плестевший от пота лоб. — Не нравится мне эта бодяга, — признался он. Снова удар. Нос, дремавший всю дорогу, встрепенулся. Его глубоко посаженные болотные глаза уставились на стакан, в дверь которого изнутри кто-то иступленно колотил как руками, так и ногами. — Зажим? Наверное, уже скоро горянка, — обеспокоенно заговорил Хаджа. — Что делать будем? Он встретился взглядом с уголовником. — Я почем знаю? — раздраженно бросил зажим. От духоты и нервного напряжения под буквально градом катился по лицу и вискам зэка, и это еще больше взвинчивало его. — Че мы можем делать? Сидеть ровно на задницах и ждать? На лице Хаджи отобразилось неодобрение. — Под сидячую жопу вода не течет, — буркнул он. — Не в наших интересах жвачку растягиваю. Зажим оскалился, гневно сверкнув глазами. — Тогда иди ломай стакан, громотей. Шибко умный смотрю. Хаджа обиженно выпятил нижнюю губу. Между тем нос слез со скамьи и, шаркая подошвами стоптанных туфель, неспеша направился к стакану. — Тебя здесь не хватало, — брезгливо сказал Хаджа. Нос не обратил на уголовника никакого внимания. Пригнувшись, он неторопливо приблизил свое лицо к стальной поверхности камеры. Прикрыв веки, он принялся жадно принюхиваться и изо рта выглянул кончик языка. Шумно выдохнув в воздух, он прошепеляевал шепотом. — Шентина! Хаджа и Зажим переглянулись. — Там что, баба? — уточнил Зажим. Нос хихикнул. — Не похоже, да? Но это она. Глаза зэка тускло блеснули, словно монетки на дне мутной лужи. По лицу пробежала тень какого-то неизъяснимо злобного веселья. Он огляделся по сторонам, словно его кто-то мог подслушать, и, понизив голосом, доверительно сообщил. — Жентины пахнут по-другому, особенно когда текут. Вы понимаете, о чем я? Хаджа схватил зэка за плечо. — Вали обратно, картавый, от тебя тоже пахнет, только не одеколоном, а дерьмом. Щербатый рот носа разъехался в стороны, как клоунская ухмылка. В следующую секунду он внезапно подался вперед, и, вырвавшись из схватки Хаджи, нанес ему сильный удар в лицо обеими руками, сцепленными в замок. Хаджа отпрянул назад, скрикнув скорее от удивления, чем от боли. По его искаженному в гримасе лицу заструилась кровь. Ребро наручника рассекло скулу. — Ну все, насяра! — прохрепел заключенный. Пальцами коснулся раны и неверяще посмотрел на кровь, при скудном искусственном освещении, выглядевший почти черным. — Кана тебе! Я сам вырву! Продолжить Хаджа не успел, согнувшись от удара ногой в живот. Не удержавшись, уголовник упал на колени, сдав пронзительный вопль, в котором смешалась ярость и боль. Савва тонко заверещал, закрыв лицо чумазыми руками. Со стороны могло показаться, что не по годам взрослый ребенок пытается избавиться от мучающего его кошмара. Зажим оторопело глядел, как нос спокойно обошел Хаджу и, вытянув вперед руки, прижал горло заключенную цепью, соединяющей наручники. В спину Хаджи он упер колено, начиная тянуть к себе извивающегося уголовника. «Не надо!» — плакал Савва, размазывая по отекшему лицу слезы. Смешиваясь с пылью, они превращались в липкие грязные разводы. «Перестаньте! Пожалуйста!» «Больфы, никогда не обзывай меня!» — проворковал нос. «Договорились, дружок!» Хаджа хрипел, тщетно пытаясь сопротивляться, но движения его становились все слабее и слабее. Встряхнув оцепенение, зажим ринулся вперед. Нос поднял голову, но было уже поздно, в его лицо летел кулак. Губы зэка лопнули, как перезрелый помидор, изо рта хлынула кровь. Его руки дрогнули, ослабив давление. Размахнувшись, зажим ударил снова, на этот раз в висок психа. Глаза носа закатились, и он, потеряв сознание, сполз на пол. «Вставай!» — сказал зажим Хаджи. Тот все еще не мог оправиться от столь внезапного нападения, продолжая сидеть, раздвинув ноги и кашлять. «Поднимайся!» — прикрикнул зажим. «Надо открыть стакан!» — отдышавшись, произнес Хаджа. Кое-как поднявшись, он ударил ногой бесчувственное тело носа. «Я ничего не буду открывать!» — злобно отозвался зажим. «Уйдем вдвоем. Эти шавки пусть сами выбираются!» Хаджа печально покачал головой. «Я знаю, доктор. Если он хочет, чтобы мы шли вместе, то так и будет». Он потер шею, на которой краснела ссадина от наручников носа. «Иначе он с тебя живого кожу снимет!» — тихо добавил он. Зажим выругался, и удары, доносившиеся из стакана, внезапно стихли. Савва продолжал плакать. «Ты слышал?» — Митрич озабоченно мотнул головой в сторону кузова, туда, где находились заключенные. «Вроде упало что-то». «Может, и упало!» — не стал спорить конвоир. «Да и хрен бы на это! Может, они попрыгать решили размяться!» «Там все-таки скучновато!» — лицо немолодого водителя посерьезнело. «Зря шутишь!» — произнес он. «И вообще напрасно ты с ним не поехал. Как бы беды не случилось!» — старлей закряхтел. «Умеешь ты настроение испортить, Митрич!» — проворчал он. «Ладно, притормози. Выйду посмор...» Фразу «закончить конвоир» не успел, так как его перебил удивленный возглас водителя. Старлей перевел взгляд на дорогу, и глаза его расширились. Прямо перед ними на дороге стоял человек — мужчина. Он стоял полубоком, в полной неподвижности, повернувшись левым плечом к несущемуся прямо на него грузовику. Митрич с силой нажал на клаксон. «Что за дебил?» — воскликнул Старлей. «Твою мать!» Резко развернувшись, незнакомец с молниеносным движением вскинул руки. Перед глазами изумленных конвоиров что-то мелькнуло, и в следующее мгновение раздался едва слышный хлопок. На лобовом стекле проклюнулась бесформенная вмятина, от которой во все стороны тут же расползлись трещины. «Дмитрич!» — в панике зарал Старлей. «Дави его!» Он что-то еще крикнул, но тут же последовал второй хлопок, и стекло лопнуло, осыпав ошалевших мужчин стеклянным дождем. Дмитрича что-то силой ударил, вжав его в сиденье, и ему стоило громадных усилий удержать в руках рулевое колесо. Он хрипло выматерился, правое плечо онемело от боли. Автомобиль на полной скорости занесло влево, натужно заскрипели покрышки, с хрустом выбрасывая нагретый солнцем щебень. Вячеслав что-то кричал, пытаясь перехватить у водителя руль, но было поздно. Сила инерции задрала левые колеса машины, и пару секунд газ стоял ребром, словно раздумывая, не вернуться ли мы в исходное положение, затем восьмитонная махина с грохотом рухнула на бок. «Слава!» Дмитрич с трудом разлепил веки, почему-то ставшие странно липкими и тяжелыми. Провел левой рукой по лицу, посмотрел. Вся ладонь была красной от крови. Он потрогал лоб и стиснул зубы, когда его пальцы коснулись влажного обрывка кожи, который висел, словно тряпка. Водитель попробовал пошевелить правой рукой и застонал. Конечность отчаянно стреляла болью, как воспаленный зубной нерв. В плече торчало что-то темно-продолговатое. Дмитрич скосил глаза, стараясь рассмотреть инородный предмет. «Стрела! Твою мать, в нас стреляли!» Пахло пылью и бензином. «Вот гадюка!» Сквозь зубы произнес Дмитрич, вспомнив человека на дороге. Что это было? Сумасшедший или попытка отбить заключенных? При мысли о зэках, находящихся внутри автозака, водитель почувствовал, как кожу обожгло колючим холодом. Нужно обязательно проверить камеры. К тому же там, в стакане, женщина. Дмитрич повернул голову и его взгляд наткнулся на напарника. Старлей был без сознания, из уголка рта струился извилистый ручеек крови. «Слава!» Снова позвал мужчина. Протянул руку, толкнув конвоира в плечо. Безрезультатно тот не приходил в себя. «Нужно выбраться из кабины», — пронеслась у водителя мысль. «Так будет проще вытащить Славу». «Нет», — прошептал он вслух, — «сначала объявить тревогу». «Так». Он вздохнул, словно оправдываясь перед самим собой. «Так, положено. По инструкции». Дмитрич вытер глаза и потянулся к приборной панели, где была вмонтирована незабудка. Красная кнопка, казалось, нисходительно подмигивала своим рубиновым глазом, намекая, что у Дмитрича кишка тонка воспользоваться ею. Однако, прежде чем указательный палец пожилого водителя лег на тревожную кнопку, дверь над его головой внезапно распахнулась, и чьи-то жилистые и крепкие руки обхватили его за подмышки, поднимая наверх, как мешок. Все было настолько стремительно, что Дмитрич даже не успел испугаться. Через секунду его выволокли наружу и швырнули на гравий, ударив ногой в живот. Кашляя и задыхаясь, водитель встал на колени и задрал голову. Глаза слепил яркий солнечный свет, и он щурясь смотрел на высевшуюся над ним коренастого мужчину. На нем был выцветший и покрытый пылью камуфляж, руки в черных перчатках, на голове капюшон. На правом бедре висел массивный арбалет, притороченный к кожаному ремню. Пистолет. Эта мысль забилась в мозгу водителя пойманной в силке птицы. Достать ПМ и пристрелить чертову психа. — Ключи, — проговорил незнакомец. Его голос был низким и глухим, как если бы он разговаривал через толстый слой ваты. — Что? Ключи? — машинально переспросил Митрич. Он потянулся к кобуре, поморщившись от боли в сломанной руке. Это не ускользнуло от мужчины в камуфляже, и он, вытянув руку, зажал в кулак лоскут кожи, свисающей с окровавленной головы водителя. Резко рванул на себя, обнажая рваную рану до самого носа. Митрич взвыл от боли, ему казалось, что его окунули лицом в кипящее масло. Незнакомец швырнул кусок кожи на дорогу и отряхнул перчатки, всем своим видом показывая, что именно так следует сбрасывать соплю, прилипшую к пальцам после высмаркивания. Митрич завороженно глядел на этот беспомощный розовый клочок собственной плоти, на котором кое-где даже виднелись волосы. Совершенно не кстати, он подумал, что теперь у него на всю жизнь останется шрам. «Ключи!» — ровным голосом повторил мужчина. Митрич, непонимающе посмотрел на него и, тихо застонав, выпрямился. Его мутило и покачивало, как пьяного. Незнакомец обхватил рукой стрелу, торчавшую из его плеча, и принялся вращать ее из стороны в сторону, расширяя рану. От новой вспышки невыносимой боли у Митрича потемнело в глазах, и он закричал. «Ключи!» «У меня нет!» — выдохнул он, находясь в полуобморочном состоянии. Пистолет. Митрич попробовал пошевелить пальцами прострельные руки, но едва ли он ощущал свое движение. Конечность болталась безжизненной плетью. Его правой руке явно не везло сегодня. Похоже, кроме стрелы во время падения автозака он получил перелом. С нарастающим ужасом водитель осознал, что вряд ли сможет расстегнуть кобуру. Во всяком случае, пальцами этой руки. «У кого ключи?» — осведомился незнакомец, оставив в покое стрелу. Кивнул в сторону кабины, где находился до сих пор не пришедший в себя Вячеслав. «У него?» Митрич ничего не ответил. Тяжело дыша, он протянул левую руку к кобуре, начав возиться с застежкой. Он скрипел зубами, матерился, одновременно вспоминая молитвы и мысленно уговаривая кобуру быть послушной, но застежка, как назло, почему-то наотрез отказывалась подчиняться. Мужчина в камуфляже покачал головой и, нагнувшись, поднял с дороги крупный камень. Водитель невидяще глядел на него, плотно сжав губы. Весь мир для него сузился до маленькой кожаной застежки коплеобразной формы, которая ни в какую не желала открывать крышку кобуры. Кровь из разорванного лица заливала шею и грудь, пропитывая служебную рубашку. Незнакомец размахнулся. Митрич попытался вернуться, но не успел. После первого удара колени его подогнулись, и он упал на щебенку, прямо из уродованного лицом на острый камень. Водитель был еще жив, хоть и потерял сознание. Камень опустился на его голову еще раз, хрустнул череп. Митрич вздрогнул, пальцы его силой сжались до белизны в костяшках. По телу пошли конвульсии. Он перестал дышать на пятом ударе, но камуфляжник продолжал состервенелой сосредоточенностью поднимать и опускать камень, превращая голову уже мертвого водителя в багровую кашу. Наконец он выпрямился. Небрежно бросил черный от крови камень в пыль, после чего, нагнувшись к трупу, открыл кобуру водителя и извлек наружу пистолет. Засунув его за пояс, он поднялся в кабину. Первым делом он нашел и вытащил автомат, застрявший между сиденьем и бесчувственным телом старшего лейтенанта. Бросив калашников на дорогу, незнакомец снял перчатку и, затаив дыхание, пощупал пульс на шее тучного конвоира. Он был жив, и у него были ключи от камеры автозака. Камуфляжник критично огляделся по сторонам, прикинув, что провести полноценный обыск охранника не представляется возможным. Ворочать в тесной кабине эту заплывшую жиром тушу у него не было ни времени, ни желания. Вчертыхнувшись, он все же попытался приподнять тело старлее, но после минуты напряженных усилий оставил эти бесплодные попытки. Мало того, что второй конвоир был вдвое тяжелее водителя, похоже, его ноги были зажаты сломанным креслом. Мужчина снова обвел кабину холодным взглядом. Времени было чрезвычайно мало. В любую секунду на дороге мог показаться посторонний свидетель. Он вновь надел перчатку. Склонившись над телом охранника, нажал пальцами на глазные яблоки. Старлей застонал. — Просыпайся! — спокойно произнес незнакомец, принимаясь хлистать мужчину по лицу. Из носа конвоира показалась кровь, и он, вскрикнув, разлепил веки. — Ты! Ты! Кто ты? Какого лешего? — Ключи! — потребовал камуфляжник. — Тебе крышка! — крипло проговорил Старлей. — У тебя ничего не выйдет! Незнакомец стиснул его массивную шею пальцами, глаза Вячеслава выпучились, вылезая из орбиты. — Ключи! Когда лицо охранника стало багроветь, и он захрипел, мужчина ослабил хватку. — У тебя три секунды! — произнес камуфляжник, пока Вячеслав задыхался от кашля. Когда приступ прошел, он чихнул, выпуская изо рта розовое облачко крови, после чего выдавил. — Подожди! Сейчас! Незнакомец кивнул, отодвинувшись. Из кузова автозака неожиданно послышался какой-то шум, потом кто-то истошно закричал. Камуфляжник инстинктивно повернул голову в сторону звуков, а когда взглянул на прижатого сиденьем конвоира, увидел наставленное в него дуло ПМ. — Сиди на месте, мразь! — прошипел Вячеслав. Рука его тряслась, и табельный пистолет ходил ходуном, словно весил несколько килограммов. Незнакомец вздохнул, начиная пятиться назад. Его черные змеиные глаза, не мигая, следили за охранником. — Стой! — закричал Старлей. И в голосе раненого конвоира сквозила паника. — Стой, кому сказал! Убью! Он попытался нажать на спусковой крючок, но тот не шелохнулся. Забыл снять с предохранителя. Сверкнула в мозгу запоздалая мысль. Большой палец руки лихорадочно опустил рычажок в нужное положение. Между тем незнакомец почти вылез из кабины. — Стой! — завопил Вячеслав и выстрелил. Пуля попала в крышу грузовика. Мужчина в камуфляже исчез. — Дмитриевич! — без особой надежды позвал водитель. Ему никто не ответил. — Этот ненормальный убил твоего, Митрича! — прошелестел кто-то у самого уха конвоира. Вячеслав торопливо заворочился, пытаясь вытащить ноги из-под кресла. Изо всех сил, напрягая мышцы и превозмогая жалящую боль, он сантиметр за сантиметром высвобождал придавленные конечности. Еще немного. Ему бы только дотянуться до приборной доски и нажать кнопку. Спрыгнув вниз, камуфляжник быстро скинул с плеч небольшой рюкзак и, расстегнув его, достал бутылку из плотного пластика с конусообразной насадкой. Открыв колпачок, он вплотную приблизился к открытой кабине и, вытянув вперед руки, стиснул пальцами бутылку. Из отверстия тут же ударила тугая струя, распространяя в жарком воздухе резкий запах бензина. — Пись-пись-пись! — не меняя выражение лица, просюсь, укол не знакомиться. Спустя мгновение из кабины раздался разъяренный вопль. — Я пристрелю у тебя! — орал Старлей. — Вышибу мозги! Засунул ствол тебе в задницу и продурявлю насквозь, до самой башки. Слышишь? Прекрати, ублюдок! Сюда уже едет наряд спецназа. Я успел дать сигнал, понял? Струя едкой горючей смеси попала ему на лицо, и конвоир отчаянно заморгал глазами, которая нещадно защипала. — Плевочь! — раздался снаружи невозмутимый голос. — Или я сожгу тебя? — Ублюдок! — вырвалось у Вячеслава. Он задергался, словно пойманная в сети щука, но попытки освободиться из плена были бесполезны. Своими резкими движениями конвоир лишь причинил своим зажатым, словно в тиски ногам, дополнительную боль. От неимоверного напряжения сосуды на его глазах полопались, заливая белки кровью. Из-за колотящегося выголтела в безумном ритме сердце грудь ходила ходуном, а виски сдавила стальным обручем. — Не надо. Пожалуйста, не убивай меня. Эти слова уже были готовы сорваться с окровавленных губ старлея, но перед глазами замаячило ледяное выражение лица камуфляжника, и он угрюмо стиснул зубы. Так что заныла челюсть. — Этот отморозок собственную мать сожжет заживо и не моргнет. — Тогда ты умрешь в мучениях, — снова заговорил внутренний голос. — Отдай. Отдай ему эти дурацкие ключи. Он не будет тебя сжигать, ведь если он подожжет кабину, может загореться кузов, а ему нужно то, что внутри. Вячеслав провел кончиком языка по губам, с омерзением ощущая привкус бензина. Но проскользнувшая в закоуках мозга мысль немного воодушевила его и придала уверенность. — Будь что будет. И потом, когда начнется разбор полетов, он всегда может сказать, что ключи у него забрали, пока он был без сознания. — Если доживешь до этого разбора, дружок, — хихикнул внутренний голос, и старлей поежился. С трудом просунув руку в карман, он извлек наружу связку ключей и, вздохнув, швырнул ее в открытую дверь. Теперь от него уже ничего не зависит. — Вот и славно! — тихо проговорил незнакомец. Он подобрал ключи и отряхнул их от пыли. Затем из кармана брюк выводил коробок с охотничьими спичками, достал одну ловкную черкнула терку. С тихим шипением на спичечной головке расцвело ярко-оранжевое пламя. — Вы нам ключи, мы вам тепло! — обронил камуфляжник, бросая горящую спичку в кабину. — Равноценный бартер! Последовавший за этим звук «фух!» заглушил преисполненный ужас крика конвоира. Пламя вспыхнуло мгновенно, превращая кабину автозака в котел ада. Вячеслав напрасно пытался сбить огонь. Взметнувшиеся ярко-оранжевые языки пламени с жадностью вгрызались во все подряд, не делая разницы между живым или неживым, между человеческой плотью или бездушным креслом. Палец Старлея непроизвольно нажал на спусковой крючок и пистолет дважды выстрелил. Сразу после этого он выронил табельное оружие, продолжая кричать. Волосы на его голове вспыхнули, как сухая солома из-за треща, взгорели в одно мгновение. Пылающая одежда, потемнев, быстро превратилась в серые хлопья, которые вплавливались в пузырящуюся кожу. Мужчина поджаривался заживо, как в печке. Издав животный вой, Вячеслав забился в агонии, но вскоре застыл, беспомощно раскинув в стороны скрюченные руки. Как только автозак перевернулся, зажим охватил беспримесно дикий, ни с чем не сравнимый страх, хотя внутренне зэк готовил себя к любому непредвиденному повороту событий. Потеряв равновесие, он грузно свалился вниз, больно ударившись рукой о скамейку, но даже в те тысячные доли секунды, когда пол уходил из-под ног зэка, наверх, словно мутный пузырь, всплыла леденящая кровь мысль. Горянка. Да, Горянка. Чертова река, у которой, если верить маляве доктора, все и должно было произойти. Нихрена он не сделал, этот доктор. Ну, может, он взорвал колесо автозака, и теперь эта огроменная махина катится вниз, словно ржавая консервная банка, если по ней нападать ногой. Катится прямо в речку, в ее темную, холодную глубину, где нет ни воли, ни света, ни солнца, ни вообще ничего. Есть лишь глупые рыбы с выпученными глазами, которые только и умеют что жрать водоросли, пускать пузыри и плямкать своими дурацкими губами. От этой мысли зажимы пронизал такой всепоглощающий ужас, что из его глотки вырвался истошный вопль. Впрочем, он не был исключением. Кричали все. Все, кроме носа. Слегка выступившая бледность на его отталкивающем лице, пожалуй, была единственным внешним изменением в уголовнике. Хрюкнув, он подтянул к себе ноги, сжавшись в клубок. Затаив дыхание, нос неотрывно смотрел куда-то в стену, будто перед ним был не матово-серый лист стали, а телевизор, по которому транслировали его любимый фильм. Закованные в наручники руки он держал перед собой, словно в молитве. Время шло, а грузовик не двигался. И, судя по всему, он все еще оставался на суше, и на душе зажимы отлегло. Он медленно поднялся, ощупывая ушибленные при падении локоть. Хаджа в полголоса матерился, смахивая кровь, сочившуюся из рассеченной брови. Собственно, он больше размазывал ее по лицу, нежели вытирал. Савва, жалобно подвывая, как побитый пес, ползал на карачках в поисках слетевших очков. В стакане было тихо. «Похоже, доктор работал», – наконец произнес Хаджа, и в его голосе ощущался благоговейный трепет. Спотыкаясь, он шагнул к люку, который в результате падения автомобиля теперь располагался сбоку. Подергал на себя. Снаружи раздался крик мужчины, и Хаджа вздрогнул, инстинктивно отступив назад. Крик повторился, затем воцарилась тишина. Зажим перехватил напряженный взгляд Хаджи. «Охрану кончают», – прошептал Зажим. Это сознание этой мысли уголовник внезапно испытал нескрываемое злорадство. «Получите, суки драные, наши вам с кисточкой», – мысленно произнес он. Савве наконец удалось обнаружить свои очки, и он торопливо нацепил их на нос. Одно стекло было треснуто, из-за чего левый глаз заключенного словно рассекли надвое ланцетом. Зэк тихо всхлипнул. «Закройся», – бросил злобный зажим, прислушиваясь к тому, что происходило снаружи. Некоторое время слышалась невнятная возня, затем прозвучал выстрел. Савва пригнулся, закрыв лицо ладонями. «Мать моя на роликах», – выдохнул Хаджа. «Шмалять начали». Из кабины автозака вновь донесся злобленный крик. «Я не хочу», – вдруг пробубнил Савва, убирая руки от лица. Он нервно облизнул губы. «Пусть все поскорее закончится, мы…» Зажим, ни слова не говоря, навис над рыхлым зэком и с силой ударил его по уху. Савва взвизгнул, сжавшись в комок. Громадный, бесформенный, дурно пахнущий комок. «Закройся, понь взделоватый», – с налившимися кровью глазами процедил зажим. «Или задушу». Савва понур опустил голову, обхватив сальные волосы руками. Он затрясся, когда из кабины снова стали раздаваться крики, на этот раз они звучали куда громче, чем прежде, и они были пронизаны неподдельным ужасом. Хлестко друг за другом прогремели еще два выстрела, и крик перешел в надрывные хрипы. «Зажим», – начал было Хаджа, но уголовник обжег его испепеляющим взглядом, прижав к своим губам палец. Тягучими, клейкими каплями потянулись секунды. Кричащий снаружи человек затих, и одновременно с этим в камеру начали просачиваться тонкие струйки дыма. «Горим». «Колымага горит». «Зажим», – запаниковал Хаджа. Он метнулся к стальной двери и затряс решетку. «Эй, кто там есть? Открывайте, чтоб вас! Тут дым, сейчас все сгорем к ядрене фене». У Люка кто-то завозился, потом громко щелкнуло, и крышка приоткрылась. В образовавшуюся щель тут же скользнул солнечный лучик, уткнувшись в лицо Савы. Зэк с шумом втянул в себя воздух, зачарованно глазей на мельчайшие ворсинки, которые, попав под свет луча, вальяжно плавали в спертом воздухе. Крышка Люка отодвинулась еще больше, мелькнул темный силуэт человека, и внутрь с лязгом упала связка ключей. Хаджа издал радостный возглас, и коршун кинулся к ним. «Ай-ля-ля, валим быстро!» Он толкнул ногой крышку Люка, распахивая его настиж. И тут же замер на месте, словно наткнувшись на невидимую стену. «Ты чё? Чё забусовал?» Сдвинул брови зажим. Хаджа повернулся. «Открывай стакан, зажим. Все, как в Маляве написано». Зажим метнул колючий взгляд в сторону одиночной камеры. «А если?» «Нет», — замотал головой Хаджа. «Я не хочу под нож доктора ложиться. Он ведь без башни. Ты хочешь? Я нет». Помнишь, что он с чебуреком сделал? Его потом по частям хоронили. Зажим с трудом сглотнул застрявший в глотке комок. То, что сотворили с чебуреком, который посмел ослушаться доктора, он помнил хорошо. Несчастного привязали конечностями к четырем машинам, как в старину к лошадям, и разорвали. «Надо идти всем вместе», — подытожил Хаджа. Зажим, помедлив с неохотой, приблизился к стакану. Глаза остановились на луже, образовавшейся на полу. Сквозь щель одиночной камеры продолжали падать капли. Изнутри было слышно, как кто-то хрипло дышит. «Обоссалась шлюха», — промелькнула у зажима мысль, и отчего-то этот факт вызвал у него легкое возбуждение. Выбрав из связки ключей нужный, он сунул ее в скважину. Хаджа подошел к носу. «Вставай быстро, идешь с нами». Нос, звякнув наручниками, послушно поднялся на ноги. Его нижняя губа оттопырилась, десна блестела от скопившейся слюны. Глаза затуманены пленкой, словно он находился под воздействием наркотиков. «Не вздумай шутить, утырок», — предупредил с угрозой Хаджа. Нос пярялся на зэка с идиотской улыбкой, словно того вообще не существовало. С таким же успехом Хаджа мог что-то втолковывать скамейки, вмонтированные в пол автозака. Между тем зажим дважды повернул ключ, и стальная дверь стакана со скрипом отворилась. Зэка обдало духоту и прелой смесью из женского пота и мочи. Сквозь спутанные темные волосы на зажима, моргая безмолвно, таращились распахнутые глаза. «Вылазь», — скомандовал зажим. Женщина не шевелилась, и тогда он протянул руку, бесцеремонно схватив ее за волосы. Порванул на себя и незнакомка взвизгнула, ударившись головой о боковую стенку стакана. На ней была мокрая от мочи серая юбка, засаленная блузка. Руки зэчки нервно мяли хлопчатогумажную косынку. «У меня нет времени возиться с тобой, кобыла», — пропыхтел зажим, выволакивая женщину наружу. Наклонившись к ней, зашептал прямо в ухо. «Или ты идешь с нами, или останешься здесь, только дохлой. Живой я тебя не оставлю». Несколько секунд осужденная затравленно смотрела на зажим, а затем торопливо кивнула. «Выходим», — приказал зэк. Сощурившись, он помахал в воздухе рукой, разгоняя струящийся сквозь щели дым. «А ты чего расселся, мудила жирная?» Рявкнул Харжа, глядя на Саву. Грузный уголовник, кашляя умоляюще, сложил руки. «Парни», — жалобно захныклон, — «мужики, ну не надо!» «Мужики и лес валят», — скривился Харжа. «Встал, ущербный, пошевеливайся. И так дышать нечем, кабина горит». «Не ссы, Макар, я сам боюсь». Сава снова заплакала, и женщина с удивлением повернула нечестную голову в его сторону. «Пожалуйста, у меня УДО», — взвыл Сава. «Я не могу, не скажу ничего, сукой буду. Мне же к сроку потом еще пятерку добавят». Зажим грубо толкнул женщину к открытому люку. Едва удержавшись на ногах, она покорно засеменила к выходу и, пригнувшись, начала выбираться из автозака. «Харжа, проследи за ней», — бросил зажим, и зэк, понятливо кивнув, схватил за локоть носа. «Пошли, Шнобель», — улыбнулся он. Нос засмеялся, показав уголовнику грязно-серый язык. Когда они тоже вылезли наружу, зажим присел на корточке перед задыхающимся от кашля савой. «Не пойдешь? Тогда я закрою тебя здесь». Сава ошеломленно поднял на уголовника глаза. «Что?» «То, Варенок. И ты поджаришься, как кусок свинины. Жирной свинины», — подчеркнул зажим. «Зажим, зачем ты так? Вы можете просто уйти, а я выйду наружу и останусь тут», — выкрикнул Сава. «Притворюсь, что меня башкой шарахнуло, я ничего не помню». Зажим покачал головой. «Не катит, жирдяй. Или с нами, или ногами вперед к бородатому старику на небо. А может, к черту. Я не собираюсь вставать у доктора поперек дороги из-за такого мешка с дерьмом, как ты». «Нас убьют», — шмыгнул носом Сава, и по его обвисло-грязным щекам потекли слезы, чертя светлые дорожки по чумазой коже. Зажим поднялся на ноги. «Когда твоя толстая жопа уж будешь хворчать, как сало на сковородке, ты вспомнишь мои слова», — сказал уголовник, кашляя. Закрыв рот рукавом, он стал вылезать из грузовика. «Пиши письма, валенок». Сава в немом ступоре смотрел, как зэк постепенно исчезал в проеме люка, затем ее прорвало, словно застарелый гнайник. «Нет, постой, Зажим, я с вами!» Ничего не услышав в ответ, он торопливо пополз к выходу и высунулся наружу. В глаза мгновенно ударил солнечный свет, и он непроизвольно зажмурился. Открыв глаза, заелозил, проталкивая свое полное тело через отверстие. «Хе-хе, Винни-Пух объявился», — зулюлюкал Хаджа. «Он быстро обыскал труп водителя, рассовывая по карманам нехитрую добычу. «Триста рублей зажигалку». А мы катались на бронекатере, перевернулись к ядрёне матери, гну Сава за пилон. Залупа синяя переливается, а раки красные за херкуса...» «Заткнись», — оборвал их Зажим, напряженно озираясь по сторонам. «Где?» «Все». «Тут никого нет», — ответил Хаджа, морщенос. «Видать, наши в чаще ушли». Зажим посмотрел на Саву, который всё никак не мог выбраться наружу. Его круглое, мясистое лицо в грязных разводах приняло испуганно-плаксивое выражение. «Давай быстрей», — заорал уголовник, теряя терпение. Сава прикусил губу. Клубый едкого дыма от горящей кабины, который сухой ветер швырял ему в лицо рваными клочьями, приводил зэка в неописуемый ужас. Набрав в лёгкий воздух, он, упершись руками в основание люка, изо всех сил рванулся вперёд. Затрещала тюремная куртка, кожу обожгла боль, но дело сдвинулось с мёртвой точки, и, наконец, мужчине удалось полностью выкропаться наружу. Поднявшись на ноги, он с ужасом уставился на труп водителя конвоира. Вместо головы — влажно-красный блин с белыми вкраплениями. Когда до сознания Савы дошло, что это не что иное, как осколки черепа, его внутренности скрутили спазмы. Заметив это, зажим усмехнулся. Шагнув вперёд, он с силой ударил носком ботинка вбок Митрича. Тело мертвеца неохотно колыхнулось. Нечего глазеть, сплюнул зажим и, ещё раз оглядевшись по сторонам, приказал. Быстро влез. Сава отвёл взор, его всего мутило, ему стоило громадных усилий не вывернуть свой желудок наизнанку. Неуклюже перебирая толстыми, как колонны, ногами, он кинулся к зеленеющей листве. Хаджа тащил женщину, вызволенную из одиночной камеры. Поначалу заключённая пыталась робко сопротивляться, но Хаджа отвесил ей хлёсткую пощёчину, и та притихла. Нос брёл рядом, глядя себе под ноги. Прежде чем скрыться в лесу, зажим словно вспомнил что-то резко обернулся. Зрелище пылающей кабины автозака завораживало. Я мог бы смотреть на это целую вечность. Внезапно подумал уголовник, и уголки его губ тонких, как сложенные лезвия, непроизвольно разъехались в стороны. Зэк улыбался, но улыбка эта была мстительно злобная. Почерневшая кабина автозака пылала яростным факелом. Со стороны создавалось впечатление, будто она даже уменьшилась в размере, прогнувшись и съёжившись. Огонь быстро перекинулся на кузов грузовика, от задранного вверх переднего колеса в воздух столбом поднимался чёрный смрад. Пожираемый языками пламенью грузовой автомобиль напоминал издыхающего мастодонта, которого сразила молния. «Хер вам, Норелла!» – крикнул зажим, потрясая в воздухе сжатым кулаком. Глаза его сверкали триумфальным огнём, ноздри раздувались, как у зверя, одержавшего победу над соперником. «И залупу на воротник!» «Так вот!» С этими словами он исчез из виду. Едва колыхнулась ветка, смутное напоминание о том, что секунду назад тут стоял человек, и всё. Спустя несколько минут стало ясно, что в лесу их никто не ждал. «Ну, где они? Где люди доктора?» Злился зажим бестолковым меча сей стороны в сторону. Что загрёбанные кошки-мышки? Его правое веко снова дёргалось в нервном тике, а пальцы постоянно сжимались и разжимались, будто он разрабатывал кисти с помощью невидимых эспандеров. Казалось, первому попавшемуся под руку он, не задумываясь, свернёт шею. «Не кипишуй раньше времени, зажим!» Успокающе проговорил Хаджа. «Уйдём подальше от дороги. Скоро суда легавых понаедут сами, а те специально натаскан на нашего брата, когда нам точно хана. Куда уйдём? Лес большой!» Выкрикнул зажим. «Куда? Направо, налево? Говори, ты же знаешь же эти края. Где это озеро, как там его? Сиреневое!» Подсказала Хаджа. «Ну, домой!» Неожиданно раздался глухой голос. Все обернулись. Пошатнувшись, женщина осторожно дотронулась пальцами до ствола берёзы. Рука была в царапинах с бугрящимися венами, ногти грязные, неровно постриженные. «Домой?» переспросил зажим. Он придвинулся к заключённой, смахнув сальные волосы, закрывающие её лицо. Неприязненно скорчился, опустив взгляд на её юбку, влажную от мочи. Лицо женщины было бледным и отталкивающим, рот приоткрыт, как у слабоумной. Носу зрел прыщ. Рыбьи глаза тупо уставились в крошечного жучка, который торопливо полз по стволу дерева, спеша по своим жучиным делам, и в этих тусклых кукольных глазах жизни было ровно столько, сколько в давно потухших углях. «Домой!» безучастно повторила женщина, даже не удостоя взглядом зажима. «Мать моя на коньках!» – проворчал Хаджа. Свёл бокс дуры сумасшедший. Он ущипнул зечку за грудь, но она лишь вяло отвела руку уголовника. Хаджа плотоядно улыбнулся. «Говорят, психички такие сладкие в постельке!» – тихикнул он. «Фигурка-то у тебя ничего, а вот рожа не вышла, только фраеров в подворот не пугать». «Домой!» – в третий раз произнесла женщина и вдруг развернувшись, посмотрела зажиму прямо в глаза. «Отпусти!» – зажим усмехнулся. Глядя на стоявшую перед ним зечку, он вновь испытал то странное волнительное возбуждение, которое нахлынуло на него там, в череве автозака, когда он стоял перед стаканом с ключами в руках. У неё сочное тело. Тело зрелой самки. Пронеслась у него мысль. «Да, судя по всему, баба явно не дружит с башкой, мозги у неё наверняка давно скисли, как забытый на подоконнике борщ. Но разве это так важно? Сейчас и здесь?» Зажим почему-то подумал о рыбе. «Да-да, о сушёной рыбе. А вобле, у которой со временем слегка подпортилась голова, как говорится в известной проговорке, а из жабер уже явственно ощущается душок. Но если закрыть глаза на подобные мелочи, то в целом рыбка даже вполне ничего как раз под пиво. Оторвать голову и вобла готова к употреблению, а о неприятном запахе можно забыть. Как и о том галимом автозаке, в который люди доктора пустили красного петуха. «Закрой хлебала и слушайся меня. Усекла?» – спросил он в упор глядя на женщину. Беглый зэк хотел прибавить что-то ещё, но к всеобщему изумлению женщина сделала то, что от неё ожидалось меньше всего. Она плюнула в зажимах. Все замерли, лишь нос снисходительно улыбнулся. Несколько секунд зажим ошеломлённо безмолвствовал, затем, хрипло выдохнув, ударил заключённую. Жёсткий кулак пришёлся в рот, расплющивая губы. Хруснул выбитый зуб, и женщина упала на куст, при этом даже не вскрикнув. Сунула в рот загрубевшие пальцы и, вынув отколовшийся зуб, зажала в кулаке. «Дура!» – бросил зажим, наматывая на кулак волосы зэчки. Её голова болталась, как надетая на палку картонная коробка. «Не надо!» – пискнул Сау. «Пожалуйста!» Приблизив к женщине своё багровое от бешенства лицо, зажим предупредил. «Ещё так сделаешь – вырву ноги, будешь ползти на руках!» «Зажим!» – начал Хаджанова, наткнувшись на ледяной взгляд уголовника, прикусил язык. «Мне плевать, зачем вы нужны доктору! За то, что он вызволил меня, я сам с ним рассчитаюсь, это мой головняк!» – садя слова, пояснил зажим. «Но если хоть какая-то шваль из вас будет мне мешать, я закопаю её живьём!» Он вытер плевок с лица и брезгливо размазал его по грязным волосам женщины. «Вставай, шлюха!» Женщина медленно выпрямилась. От удара её нижняя губа мгновенно вздулась, подбородок блестел от крови, но она, казалось, совершенно не обращала на это внимания. Изо рта выскользнул язык, тропливо слизывая кровь. Рот растянулся в идиотской гримасе – безжизненной и холодной. Зажим брезгливо смотрел на неё. «Эй, смотрите!» – послышался дрожащий голос Савы. Он стоял перед старой сосной, пристально разглядывая свежую зарубку. Хаджа метнулся к зэку, коснулся рукой желтоватого среза. Понюхал пальцы, испачканные древесной крошкой. «Совсем недавнее», – определил он, отряхивая ладонь. Повернулся к зажиму. «Надо идти. И это…» «Что это?» – резко спросил зажим, не выпуская из пальцев волосы уголовницы. Хаджа указал на кровь, которая продолжала сочиться из разбитой губы женщины. «Ни к чему нам лишние следы. Ни кровь, ни сопли, ни ссаньё. Собаки в раз всё учуют». Приблизившись к зэчке, он подмигнул ей. «А если что, бить можно в живот. На теле много мест, где кулак не оставляет следов. Да, цыпа?» Ухмылка на лице заключённой стала ещё шире. То ли издевается, то ли и вправду конченная дура. Подумалась к зажиму, и в какой-то миг ему, матёрому уголовнику, рецидивисту, убийце стало неуютно. Он разжал пальцы, высвобождая сальные волосы женщины. У него возникло ощущение, что он смотрит на старую, облепленную паутиной дверь в заброшенном подвале сквозь щели, которая тянет с тылом холодом. Что там за этой дверью? И вообще, кто это ненормальная? Куда её везли вместе с ними в стакане? Впрочем, сейчас времени для допроса не было. Возможно, он получит ответы на эти вопросы. Зажим не без труда заставил себя отвести от неё взгляд. «И всё равно я не въезжаю», — угрюмо сказал он. «Почему тот, кто за нас впрягся, сбежал? Почему не дождался нас?» Хаджа пожал плечами. «Значит, свой интерес был. Может, пацаны светиться не хотели перед нами?» Доктор же написал в Маляве. «Жду возле сирени. Всё убасно. Ай да, шевелим булками». С этими словами он пихнул в бок носа. Мутные глаза монетки зэка замерцали. Словно припустил дождь, и вода в лужу, на дне которой лежали эти самые монетки, слегка очистилась. «Снимите это», — мягко сказал он, поднимая закованные в наручники руки. «Мне неудобно в них идти». «Да сейчас разбежался», — заржал Хаджа. «Может, ещё и массаж сделать? Внутренний?» Нос терпеливо ждал, не убирая руки, и Хаджа влепил ему под затыльник. Только после этого, недовольно поведя плечом, нос зашагал в чащу. Зажим развернулся к женщине. «Пойдёшь сама или мне выбить и тебе ещё один зуб?» Не дождавшись ответа, он схватил заключённую за плечо и сильно сжал его. Несчастная вскрикнула, и Зажим с удовлетворением кивнул. «Вот и хорошо. Учись быть послушной!» Женщина зашаркала ботинками со стоптанными каблуками, шелестя травой. «Ты что стал, валенок!» — прикрикнул Зажим, глядя на замерзшего Саву. Толстый зэк отвёл взгляд. В его глазах стояли слёзы, и он не хотел, чтобы уголовник это видел. Через полчаса они нашли ещё одну зарубку. Хаджа долго и придирчиво разглядывал рубец на стволе тополя, потом, зачерпнув горсть земли, густо замазал его. «Если собака возьмёт след, это не поможет», — осмелился высказать своё мнение Сава. «Тем более земля скоро высохнет, и если бы у бабушки были рога, она стала бы трамваем», — не дал ему договорить Хаджа. Он отошёл на пару метров, критически разглядывая результат своей работы. «На вкус дерьмо, но он мажется хорошо», — пробарботал он. «Ну, хоть как-то замаскировали. Ладно, передохнём три минуты и дальше». Он посмотрел на зажима, который появился из-за кустов, застёгивая ширинку. На материи старых брюк в паховой области темнело влажное пятнышко. Зэк окинул мрачным взором тополь, задержав взгляд на лепёшки грязи. «И долго нам так шарахаться?» — недовольно поинтересовался он. Шлёпнул дубовой ладонью по шее, убив присосавшуюся комара. На блестевшей от пота кожи с чумазыми разводами остался ярко-красный кружок. Глотка пересохла, пить хочу. «Да и я б сейчас кваску навернул», — вторил ему Хаджа, нервно облизнул сухие губы. «А ещё лучше пивасика». «Хрена с два тебе, пивасик обломится», — сдвинул брови зажим. «Я, может, тоже хочу булочку с маком, да девочку раком». «Хе, булочки тут не вижу, а баба есть», — Сальн улыбнулся Хаджа, показывая на женщину. Зажим брезгливо скривил губы. «Не в моём вкусе. Эх, хоть бы ручей какой попался». Савва вздохнул, пробубнив что-то невнятное. «Чё-то там пукнул, ущербное», — окликнул её Хаджа. Савва откашлялся и поправил очки. «Я хотел сказать, что если поблизости нет водоёма, нужно поискать низины или холмы. В общем, у подножия часто можно найти воду. Также можно выкопать ямку». Зэк говорил сбивчиво и нерешительно, словно заранее был уверен, что его слова не будут приняты во внимание. «И ещё, в крайнем случае, можно использовать обычную траву. Положить её в пакет, завязать узлом и положить на солнце. Из-за солнечных лучей в пакете появится влага. Понимаете? Пакет также можно завязать на листьях деревья валенок. У тебя что есть пакет?» — прервал его зажим. Савва замотал головой. «Тогда нехрен трепать по мелом», — заключил уголовник. «Иди копай яму». «Яму», — растерянно повторил Савва и словно ища поддержки, повернул голову к женщине, но едва ли она слушала их разговор. После того, как зажим ударил её, она вообще не проявляла какой-либо интереса к происходящему, равнодушно пялись куда-то в чащу. «Конечно, яму», — сам сказал. «В яме вода», — вмешался Хаджа. «Я тоже по ящику видел. Там арабы заставляли верблюда в пустыне воду искать, и те рылами песок разгребали». «Да, но даже если мы найдём на дне ямы воду, её нужно очистить», — торопливо проговорил Савва. «Воду нужно хорошенько прокипятить. Мы же не будем разжигать сейчас костёр, когда нас наверняка уже начали искать». «Знаешь, толстяк, вот гляжу я на твою хитрую рожу и думаю, что больше всего ты хочешь, чтобы нас нашли», — сквозь зубы произнёс зажим. Савва раздражал его, и он даже не пытался скрывать своё отношение к неопрятному грузному зэку. Плечи Саввы сгорбились, и он понур опустил взгляд. «Придётся делать фильтры», — выдавил он. «Как минимум из песка, мха и гравия. Для этого нужно соорудить треногу. Нужны тряпки, куда насыпьте всё это. Всё, заткнись», — устал, сказал зажив. «Достал уже. Учёный копчёный бляха-муха». Савва умолк. Поискав глазами, он присел на корточке и кряхтя выковырял из земли крупный камень. Найдя ещё поменьше, он ударил по нему тем, что побольше. «Совсем сбрендил», — сказал Харжа, скептически наблюдая за мужчиной. «Ты что думаешь, что вода из камня потечёт?» — зажим хмыкнул. «Неа. Он стрелы будет делать, как бебезяны первобытные». В это время нос сидел, прижавшись спиной к облепленному мхому пню, безучастно наблюдая за происходящим. На худом небритом лице застыло каменное выражение, а его глаза полусонно щурились, лишь изредка вспыхивающие в них крохотные искрики свидетельствовали о том, что заключённый внимательно следит за всем, что творится вокруг, ничего не упуская из виду. Где-то вдалеке раздалась дробная трель дятла. Харжа оживился, повернув голову на звук. «Интересно, он свою бабу так же трахает, как клювом букашек долбит?» — осведомился он, почесав подмышку. «Прикидываю, сколько раз он кончить может за минуту». Зажим посмотрел на уголовника, как на умалишённого. «Мне б твои проблемы, Харжа», — обронил он. «Ладно, пора двигать. Парни, постойте», — послышался голос Савы. Зэки обернулись. Сава, отколов от маленького камня кусок треугольной формы, встал у молодой берёзы. Приставив осколок к стволу дерева, он словно молотком ударил по нему плоской стороной крупного камня, ловко вгоняя остриё под кору. Харжа и Зажим переглянулись. «Берёзовый сок хотя бы очищать не нужно», — вытирая пот салба, произнёс Сава. Уголовники приблизились к дереву. Из надреза выглянула прозрачная капля. Повисев секунду на осколке камня, она блеснула на солнце, сорвалась в траву. Зажим мгновенно принял к берёзе, жадно раскрыв рот. «Ешь вода и пей вода», — засмеялся Харжа. «Срать не будешь никогда. Оказывается, не такой уж ты и валенок, Сава». Толстый зэк смутился. «Конечно, самый лучший сок ранней весной», — словно извиняюсь, — сказал он. «Но что есть, то есть». Таким же способом Сава сделал ещё одну насечку с другой стороны ствола. Зэк успел лишь присесть перед драгоценным источником влаги, как неожиданно откуда-то издалека донёс всемирный шум. И доносился он с воздуха. Сава застыл на месте. Не прошло и секунды, как его мозг, словно в принтер, выкатил лист с одним единственным словом — вертолёт. Он с надеждой задрал голову. Шум приближался, уже слышались характерные звуки работающих лопастей винтокрылой машины. «Плюх, плюх, плюх». Зажим, посерев от страха, прижался к берёзе. «Тихо», — прохрипел он. «Всем молчать. Глотку перекрызу, если что». Хаджа вытер грязной рукой губы, поблёскивающие от берёзового сока. Вертолёт постепенно удалялся и вскоре всё стихло. «Всё, привал окончен», — Мура проговорил зажим. «Подъём и вперёд». Сава с сожалением взглянул на сочившийся из надреза сок. Он даже не успел утолить жажду. Обмакнул подушечку толстого пальца в прозрачную дорожку и лизнул. С губ сорвался вздох. «Шевелись». Бросил зажим, толкнув его в плечо. Сава вжал голову в плечи и безропотно поднялся на ноги. Никто из них не заметил, как нос ухмыльнулся, обнажая обломки почерневших зубов. Спустя пять часов. «Слышь, Хаджа». Зэк, идущий, первым оглянулся. Зажим толкнул носа, следовавшую за Хаджой. «Ну?» «А, почему тебе такое погоняло дали?» Уголовник осклабился. «Про Хаджу на средине слышал?» «Ясен хрен». «Ну и вот», — ответил Хаджа и отвернулся, продолжив путь. Зажим хрипло хохотно. «На средине, говоришь?» «Так тут вроде ещё тот перец был. Наёбывал всех подряд, даже главных беков, падишахов и прочих всяческих фраеров. И что?» Вяло отозвался Хаджа, словно чувствуя подвох. «А ты тормоз и тупишь постоянно». Хаджа криво усмехнулся. Он не хотел отвечать зажиму. Этот крепкий, прожжённый жизнью зэк напоминал ему гранату с выдернутой чайкой, которую сжимали уставшие ссорапанные пальцы. Только рука дрогнет, и всё, всем кобздец. «Вот если бы такое сказал Савва или Нос…» Хаджа на средине был уважаемым пацаном, продолжал развивать свою мысль зажим и себе на уме. «А ты халявщик. Понтов до кучи, а в реале гулькин хер. Трёшься там, где для собственной шкуры теплей». Хаджа глубоко вздохнул, пытаясь держать себя в руках. Если бы они сейчас сидели в хате, в присутствии других зэков, едва ли зажим позволил бы себе подобный базар. Потому что за каждое слово нужно уметь держать ответ. Но сейчас… сейчас ситуация была несколько иная, а вступать в прямой конфликт с зажимом, который физически сильнее его, он не осмеливался. Хаджа из-под лобби взглянул на заключённую, которая молча брела рядом с зажимом. Он нахмурился. Мимолетная тень воспоминали и скользнула где-то в глубине сознания, он мучительно размышлял, что бы это значило. И вдруг его передёрнуло, словно он случайно коснулся оголённого провода во время починки розетки. Где-то он видел раньше эту бабу. Сто пудово. Вот только где? И при каких деталях? Зэк встряхнулся, словно собака, вылезшая из воды на берег. Вон ещё одна зарубка. Где-то слева, развеивая её воспоминания, проклюнулся голос Савы. Это, кажется, восьмая по счёту. Зажим недоверчиво глядел громадную сосну, сплошь покрытую застарело белёсыми потёками смолы. Да и пёс с ней с зарубкой мрачно произнёс он. Он выглядел измотанным. Мы уже тут целый день крутимся, как хомяки в коробке. И всё зря. По кругу, наверное, ходим. Нет, покачал головой Саву и вытянул руку, указывая куда-то поверх деревьев. Смотрите на солнце. Видите, где закат? Мы идём прямо. И что? Повысил голос Зажим. Кто ответит, что эти зарубки доктор вообще делал? Может, тут егерь местные деревья метит? Или охотники? Сава сконфуженно замолчал. Хаджа устал и сел в траву. Зажим, взбавь обороты. У нас чё, выбор есть? Хочешь, можем обратно на дорогу вернуться. Там нас ждут, причём с радостью. И напьёшься, и наешься до пуза. А в тюрьме сейчас ужин, макароны, процитировал он Али Бабаевич из «Джентльменов удачи». И без того землистого цвета лицо Зажима потемнело ещё больше. Борзеешь, Хаджа? Он скрипнул зубами и тяжело волоча ноги приблизился к зэку. Хаджа почувствовал, как по спине заструился ручеёк холодного пота. «Нет, Зажим, ну и ты не беспредельничай. Тут все равны». Рот Зажима разъехался в жуткой улыбке, словно могильная яма. «Ага. Прости, босяк, спорол косяк. Про равенство вспомнил. Что ж ты тогда с носа браслеты не снимешь? Что ж ты тумаки Саве отвешиваешь и бабу за сичку щиплешь? А? Твоя она, что ли?» «Слушайте», – тихо позвал Сава. «Зажим, тебе есть что мне предъявить?» Колокочущим голосом поинтересовался Хаджа. «Да». Два чувства с попеременным успехом воевали внутри уголовника. Униженное чувство достоинства и страх перед отмороженным уголовником. В конце концов, какого хрена? Зажим такой же зэк, как они все. Включая эту сумасшедшую с разъянутым хлебалом, как у дохлой рыбины. «Парни, там», – снова заговорил Сава. Взмахнув рукой, он попятился назад, упершись спиной в старую поваленную ель. Зажим повернул голову, вздрогнув. «Не может быть. Сквозь стволы деревьев, едва уловимой тенью, мелькнул силуэт человека». «Кто это?» – прошептал Сава. Нос покачал головой. Веки уголовника были полностью прикрыты, как плотные шторы. Казалось, нос спал стоя. «Доктор?» – неуверенно проговорил зажим, неизвестно к кому обращаясь. «Легавый?» «Если бы это были легавые, мы сначала бы их псов услышали», – шепотом отозвался Хаджа. Зажим сделал шаг вперед, внимательно вглядываясь в чащу. Тишина. Хаджа нервно хихикнул, пытаясь снять напряжение. «А может, это человек доктора?» «Нас сопровождает. Тем более, что до сиреневого озера уже немного осталось». Зажим сфокусировал на нем злобный взгляд. «И чё?» «Так, в Маляве написано». «Срал я на Маляву», – отчеканил зажим. «Может, кто-то ушлый его почерк подделал. Я не в курсах, за каким хреном он решил нас вытащить. Куда и на кой черт мы премся? Да еще с двумя психами». Хаджа поднялся на ноги, отряхивая штаны. «Надо идти», – вымученно произнес он. «Другого выхода нет. Будем сидеть на месте, нас рано или поздно возьмут легавые. Они уже наверняка идут по следу». «Пошли», – не стал спорить зажим. Он потянул за собой женщину, но она не шелохнулась. «Домой», – едва слышно выдавила она. «Домой». Зажим схватил ее за подбородок. Другой рукой он раздвинул губы уголовницы, засовывая грязные пальцы ей прямо в рот. «У тебя еще много зубов», – едва сдерживая себя, – заговорил он. «Или лишние появились. Так я сейчас пересчитаю. Мне это запросто шалашовка». Женщина застонала. Ее руки мелко затрясли, и заключенная словно очнулась от ужасного сна и теперь пыталась всеми силами стряхнуть с себя остатки кошмара. «Зажим, не мучай ее», – дрожащим голосом попросил Сава. «Зачем тебе это?» Глаза зечки неожиданно наполнились слезами, и Сава отвернулся. «Ну и мудачье. Связался с вами геморройными», – сипло проговорил зажим. «Тьфу, противно даже смотреть на вас. Все равно, что в коровьем дерьме изваляться». «Зажим», – позвал Хаджа. Отойдя на несколько метров, он присел на корточки, разбирая валежник, возбужденно присвистнул. «Тут что-то есть. Мать моя на лыжах. Помнишь, доктор Прогрев», – в Маляве писал. Отбросив в сторону несколько веток, он извлек наружу вещевой мешок цвета хаки. Отряхнул от грязи и взвесил в воздухе. «Тяжеловат», – опредил Хаджа, перехватив взгляд зажима. «Ну, че забуксовал», – сказал тот. «Вскрывай». Грязные пальцы Хаджи ухватили за шнурок, стягивающий горловину вещмешка. «Парни, а вдруг это ловушка?» – встревоженно заговорил Сава. «Может, там взрывчатка внутри?» Зажим недобро покосился на мужчину и презрительно фыркнул. «Значит, доктор нас вытащил, чтоб потом взорвать к херам собачьим и превратить в фарш. Лажа!» На всякий случай Сава сделал пару шагов назад, словно невзначай встав за сосной, на которой была сделана зарубка. Хаджа быстро развязал рюкзак и, секунду помедлив, вывалил его содержимое прямо на землю. Зажим одобрительно кивнул, его глаза загорели с победным огнем. «Ну вот, это я понимаю!» – воскликнул он, глядя, как Хаджа жадно перебирал продукты. «Несколько пластиковых бутылок с водой, рыбные консервы, тушенка, хлеб, тост и шмат сала, завертанный в промасленную бумагу, горчичный порошок, зеленый лук, огурцы и крупная хрустящая соль в спичечном коробке». Хаджа озадаченно повертел в руках упаковку горчичного порошка. «На кой ляд нам это?» – недоуменно проговорил он. «Доктор, чё, в натуре думаешь, что мы это жрать будем? Или горчичники друг другу на заднице лепить?» Савва откашлялся и зажим бросил на грузного зэка пытливый взор. «Ну чё, кряхтишь? Запор мучает?» «Хм, я думаю, порошок для того, чтобы сбить со следа собак», – осмелился предположить Савва. «Да?» – недоверчиво спросил Хаджа. Надорвав упаковку, он понюхал, после чего чихнул. «Это самое простое – перец, табак», – пояснил Савва уже увереннее. «И вообще есть масса средств, чтобы запутать след. Очень хороша калиевая селитра, хлорная известь. Ещё можно использовать нафталины и борную кислоту. Иногда…» «Всё, заткнись», – перебил его зажим. «Шарабан от тебя уже трещит». «Может, в карманах что-нибудь полезное?» – пробормотал Хаджа, ощупывая вещь в мешок. «Точно, есть». Через секунду из карманов были извлечены перочинный нож и фонарь. Хаджа радостно потёр руки. «Хороший подогрев», – сказал он, откупоривая одну из бутылок и делая долгий глоток. «Витамин С. Сальце, маслице, венце. Доктору Мерси за это». «Можно и мне попить», – нерешительно проговорил Сава. Он протянул руку к бутылке, отвинтив крышку, сделал глоток. В следующее мгновение зэк поперхнулся, сплюнув жидкость. Глаза Савы вылезли из орбиты, а мясистое лицо залилось краской. «Чё, плюёшься, Валена?» – спросил Хаджа. Он бесцеремонно выхватил у Савы бутылку, принюхался. «Ого, да тут не только вода зажим!» «Чистая спиртяга!» – воскликнул он, протягивая зажиму бутылку. Тот подозрительно понюхал, сделал осторожный глоток и закашлялся. «Жарит зажим?» – полюбопытствовал Хаджа. «Ну как, хорош?» «В самый раз», – отдышавшись, ответил зэк. Забрав у Савы пробку, он закрыл бутылку. «Закидывай всё обратно». «Это зачем?» – недоумённо вскинул брови Глахаджа. «Канаем дальше. Нехрена прохлаждаться, уже темнее. Что, даже не пожрём?» «Не пожрём!» – отрезал зажим. Перед глазами замаячила странная фигура, увиденная недавно в чаще, и по коже пробежался озноб, вздыбливая волоски на руках, отчего заключённого хватила злость, причём в большей степени на себя самого. За то, что в какой-то миг ему стало не по себе. А бояться он не привык. «Это всё шняга», – успокаивал он сам себя. «Мы устали и хотим жрать. Зато я на воле, а это главное. Не сегодня-завтра увидимся с доктором, и вся эта голимая шняга останется позади. «Дойдём до озера», – отрывисто сказал зажим вслух. «Там и пожрём. Ничего, с голодухи не помрёте». Хаджа хотел возразить, но, увидев, как яростно сверкнули глаза зэка, умолк. Вздохнув, он с явной неохотой принялся засовывать продукты обратно в рюкзак. Треснула ветка. Зажим поднял глаза, уставившись на Саву, который робко переминался с ноги на ногу. «Чего тебе?» – процедил зажим. «Ещё спиртогану накатить хочешь, вальдок?» «Зажим, только не кипятись», – заговорил Сава. «Просто выслушай, потом принимай решение, ладно?» Зажим усмехнулся. «Хаджа, взгляни на его хитрое рыло», – сказал он. «Видать, что-то задумал, чтоб я лопнул». «Ну, излагай», – поторопил толстого зэка Хаджа. Он уже почти полностью собрал вещь в мешок и теперь возился с пуговицей, пытаясь застегнуть карман. «Взгляните туда», – сказал Сава, указывая пухлым, как сарделька пальцем в небо. «Видите? Максимум через полчаса солнце сядет. В лесу ночь наступает быстрее». «Это всё, что ты высрал?» «Хаджа знает дорогу», – сказал зажим. «Фонарь есть и вообще». Он подошёл к Саве, застывшему словно столб. «Какого рожна я должен что-то доказывать тебе, ущербный?» – осведомился зажим. «Шибко умный? Так дай своего мозга жопу помазать. Уйди с дороги». Сава отступил назад, примирительно подняв руки, словно сдаваясь. «Зажим, я ведь предлагаю как лучше. В лесу легко заблудиться. Мы все устали, всё-таки весь день на ногах. Ты хоть и крепкий, но тоже устал. Правда?» – тихо произнёс он. «Если я правильно понял, до Сиреневого озера ещё километров десять. Здесь сплошной бурелом, за час мы пройдём всего ничего. Потом наступит ночь. Если мы не найдём дорогу, нам придётся устраиваться ночлег». Зажим размышлял, плотно жжав губы. «А знаешь зажим, ведь валенок прав, как ни странно», – зевнул Хаджа. «Я вот, к примеру, еле-еле Хадули переставляю. Вымотался, как и шаг. И жрать хочется». «Наверняка доктор сам хотел, чтобы мы тут остались», – снова заговорил Сава. «Иначе зачем ему оставлять нам рюкзак с провиантом?» Зажим повернулся к Саве. Ухватившись за измятый засальный воротник куртки, он притянул Зека к себе. «А как же легавые? Они ведь у нас на хвосте. Или ты и этого хочешь? Ну, скажи». Сава сглотнул комок слюны густой и горьковатый. «Зажим, если они взяли след, то совершенно не важно, насколько мы удалились. Настигнут они нас здесь или через пять километров, какая разница? И потом, мы ведь можем спрятаться». Зажим засмеялся, и Саве почему-то подумалось о гремучей змеи, точнее, о трещотке на конце хвоста ядовитого присмыкающегося. И то, и другое наверняка звучит одинаково. Решил он про себя, и его охватил парализующий страх. Этот жестокий, ненавидящий все и вся зек пугал его не на шутку. «Мы перекантуемся здесь», — сказал Зажим, перестав смеяться. Его небритое лицо было серьезней некуда. «Но не потому, что ты убедил меня, а потому, что я сам так решил», — усек валенок. Сава закивал. «Конечно, Зажим, никаких проблем», — ответил он, выдавливая из себя жалкую улыбку. «Нужно осмотреться и найти место для ночлега». «Ага. Подойди сюда, толстяк», — Сава вздрогнул. «Зачем?» «Иди сюда», — сказал, — рыкнул Зажим. «На твоем месте я бы послушался», — посоветовал Харжа, вновь развязывая рюкзак. После заявления Зажима о ночлеге настроение зэка заметно улучшилось. Делая семенящие шажочки, Сава боязливо приблизился к Зажиму. Уголовник вынул из кармана перочинный нож, который забрал из вещевого мешка. «Если нас найдут легавые, ты на чьей стороне?» — лицо Савы побледнело. «Конечно, с вами, Зажим. Смотри в глаза». Сава несмело поднял голову. «Ты не с нами», — холодно произнес Зажим. «Твоя жирная Харя — лучшая доказуха. Ты как книжка, валенок. Тебя даже спрашивать не надо, все на морде написано. Ради удо готов кому угодно жопу лизать». Сава икнул, непроизвольно отступив назад. «Поэтому слушай. Если нас накрывают, и ты побежишь к легавым, я перережу тебе глотку. Понял меня?» Подцепив грязным ногтем лезвие, Зажим раскрыл нож и вытянул его вперед, плавно помахивая из стороны в сторону. Глаза Савы расширились. Словно загипнотизированный он в завороженном безмолвии следил за мелькающим из стороны в сторону лезвием. «Не слышу ответа». «Зажим, я никогда, то есть вы для меня как братья», – забормотал Сава. «Я…» «Ты мне не брат, Гондон», – сказал Зажим брезгливо. У зэка было такое выражение лица, словно он смотрел на полураздавленную жабу, которая все еще пыталась куда-то ползти, несмотря на то, что ее внутренности вылезли наружу и волочились следом за ней. «Запомнил?» Сава отвел взгляд. «Иди ищи место, где будем кемарить». Пухлый зэк скрылся в чаще, а Зажим наклонился над сидящей в траве женщиной. «Надеюсь, ты будешь хорошо себя вести, и мне не придется тебя наказывать». «Домой», – безликим голосом произнесла она. Хаджа отломил кусок хлеба и, жуя, встал рядом. «Так ты и так домой идешь, курица», – залился лающим смехом Зажим. «Разве не узнаешь дорогу?» Уголовница медленно повернула голову. В ее выпученной рыбьих глазах скользнула едва уловимая тень понимания. «Нет, я… я не живу тут». Хаджа прыснул, изо рта полетели хлебные крошки. «У нее еще и с памятью нелады», – хрюкнул он. «Слушай, Зажим, что-то мне подсказывает, что я где-то видел эту шмару, а у меня память хорошая». «Зеня», – тихо проговорила женщина. «Как тебя зовут, курица?» – спросил Зажим. «Домой», – схлепнула она. Зэки покатились от смеха. «Это мы уже слышали», – отсмеявшись сказал Зажим. «Имя у тебя есть, тупица?» «Ну?» Он ударил ее по щеке. «Говори, сука». Женщина тупо смотрела на Зажима, но уголовник готов был покляться, что взор сумасшедший был направлен куда-то сквозь него, и это еще больше распалило его. «Как тебя зовут?» – прорычал он, отвешивая ей очередную пощечину. Голова Зэчки откинулась назад, и из многострадальной губы снова брызнула кровь. «Как? Как тебя зовут?» Он ударил ее снова, но женщина даже не пыталась закрыть лицо. Она тяжело и хрипло дышала, затравленно глядя на своего истязателя. «Зажим, поаккуратней», – осторожно заметил Харжа. «Ненароком убьешь дуру?» «Нет, такие шизанутые крепкие», – возразил Зажим, немного остынув. Взявшись за ворот темно-синей блузки женщина, он рванул вниз. Полетели пуговицы, стал виден засаленный лифчик, покрытый желтыми разводами. «Оле», – прошептала разбитыми губами женщина. Зэки переглянулись. «Че она сказала?» – не понял Харжа. «Оле», – повторила уголовница. Ее лоб прорезали глубокие морщины, будто она отчаянно пыталась что-то вспомнить. «О…» «Алё, короче», – ухмыльнулся Зажим. «Значит, будем называть тебя алё!» «Алё, гараж!» Харжа визгливо рассмеялся. Глядя на них, женщина выдавила растерянную улыбку, и зэки, увидев это, захохотали. В десятки метров от них в зарослях стоял Сава. Немигающим взором он наблюдал отвратительную сцену, скрипя от ярости зубами. «Эх, если бы он мог!» «Твари!» Понуро развернувшись, он поплелся в чащу, спотыкаясь о ветке и корне старых сосен. Под подошвами поношенной обуви хрустили прошлогодние листья и валежник. Присмотревшись, Сава нагнулся, счищая со шляпки сыроежки сосновые иглы. «Если с едой возникнут проблемы, можно будет собрать грибы». Над ухом зажужжал комар, и зэк хлопнул себя. При взгляде на пролетающего мимо кровососа его охватило уныние. Как там его называли зажим с хаджой? Валенок? Лучше не придумать. Конечно, он валенок, если даже не может прихлопнуть какого-то летающего засранца. Ворча себе под нос, Сава двинулся дальше. Неожиданно правая нога зэка провалилась в пустоту, и он едва удержался от крика. Сава посмотрел вниз, ботинок увяз в свежем лапнике. Упершись руками в землю, Сава осторожно высвободил ногу и приподнял ветки, пахнущие свежей смолой. Под ними темнели уложенные в ряд грубо отчесанные стволы молодых деревьев. Что это? На ловушку вроде не похоже. «Землянка?» – пробормотал потрясенно Сава. Он отполз в сторону, выискивая глазами вход. Кажется, вот там внизу чернело отверстие, да и бревен уже не было. Отдуваясь и кряхтя, зэк принялся освобождать проход от веток. Когда это было сделано, он с опаской заглянул внутрь. Пахло сыростью и прелой травой. На нос надсадно жужжа сел очередной комар, и Сава фыркнул, прогоняя насекомое. Приглядевшись, он увидел сложенное в углу одеяло. «Здесь вполне хватит места для всех, по крайней мере на эту ночь. Главное, чтобы не было дождя», – озабочно пробубнил зэк. Он вылез обратно. Возвращаться назад не хотелось. Что его там ждет? Оскорбления, издевательства и тычки. А еще он не мог смотреть, как обращались с этой несчастными. Сава смахнул слезу. Он прошел еще несколько метров вперед, при этом поглядывая по сторонам, чтобы запомнить ориентиры землянки. Беглый зэк с наслаждением втянул лесной воздух. Несмотря на все происходящее, в какое-то крошечное мгновение Сава был счастлив. Пусть он сбежал. Пусть он в окружении полных отморозков, которые буквально стекали желчью и ядом. Кроме той женщины, по правилам себя мысленно. Но он на свободе. Он дышит свежим вечерним воздухом. Он видит небо. Погруженный в размышления, Сава брел вперед. Внезапно деревья перед ним расступились, и растерявшийся мужчина оказался на небольшой полянке. Он сделал еще пару шагов, не веря собственным глазам.